Успели. Поехали смотреть Инферно. Героик против Фейс. Атака от Датчан, соответственно, защита от Фейс Клан. Керриган берет, как всегда, смоки и диффузы, и при этом героик направляется на дугу. Да, вдвоем занимают с гранатами Бэп Лэнд. Олов Мейстер поджимает ковры. Интересный мув, и он здесь просто не ожидал такого экшена. Юги делает минус, это энтри фраг для команды героик. И Рейн тоже должен погибать. Его, может быть, даже и не отпустят. Как же тяжело здесь выживать уже. Игроку команды Фейс. Рейна здесь, ну как там, вроде как залетает. Вроде как даже есть звук попадания какого-то прострела, но нет вообще урона никакого. Нико там дальше спасает рядового Рейна Гардиан у нас. И, кстати, Нико разбирается еще со вторым игроком на банане. Это минус снаппи, просто команда Георг сейчас может проиграть этот раунд. Да, при том, что Рейн однохоповый остался в апартаментах. В итоге Гардиан ушел на аплэн. Два игрока на бэ у Фейсов. Сделали подсадочку на Вазон. Это очень качественный, хороший мув. Ну и есть два смока. Я так понимаю, смок на просвет, смок на гробы. Должен быть по традиции. Вот он смок, вот он Юги, вот он Нико. Нико! Нико один, Нико второй. Тут у нас два Нико, кстати. Не забываем про это, но один Ковач, второй Никовач. Керриган забирает Нико. И, собственно, другой Нико уже делает выпад через гробы. Правда, Ястак делает минус. И Керриган... Нет! Не получается. Все-таки у нас остается один на один. Уф, все-таки Рейн успевает убрать Юги. Это Рейн с одним хп, ребята, который в итоге выжил в бойерной. И выжил. И дал самый важный минус в этом раунде. Просто ситуация один на один. Да, как-то все очень остро заканчивалось на самом деле. И Героик проигрывает пистолетку. Фейзы забирают ее в свой актив. Но Героик поставили бомбу. Это, конечно же, позитивная новость для них. Но, скорее всего, будут делать экономический раунд. Героик на данный момент занимает 14-12 место на ESL Pro League. У них 20 очков, 14 игр в запасе. Ну, а Фейзы пока идут у нас четвертыми. Да, могут еще сильнее крепиться в топ-6. Ну и выход на банан от команды Герои. Кстати, в этом раунде решили закупиться. Тоже интересно, учитывая то, что ставили бомбу. Ну, из-за этого будет у нас Галил от Юги. Юмпешка от Эстага, 30З, Снапи, Моди и Нико. И была попытка поймать соперника на выходе в бойлер. Но после этого просто идет перетяжка. Подсадка на банане тоже не сработала. Потому что слишком глубоко сидит команда Фейз. Даже не пытается выходить на какую-либо агрессию. Керриган вновь, кстати, будет подсажен. Как и в первом раунде. Нико на 90. Просто на чек играет. Ну и куда? Все-таки бомба остается на банане. Но есть еще минута до конца этого раунда. Так что можно еще придумать что-то интересное. И же вот прямолинейный выход на точку Б. Есть два смока. Есть куча флешек. Полетели. Мне кажется, что это оптимальное решение. В форсбайе здесь, опять же, тут два очень простых смока. Залетает от Керригана. И Нико очень много урона. Просто через этот самый смок остается очень красный Нико вместе с Юги. Ну и вот еще один прошивок от Нико. Все-таки снайпи ставит бомбон. Это тоже позитив. Но дело в том, что 5 на 4 здесь их будут загонять. И тяжело играть будет против этой навалы. Контр-террористов. Но тем не менее у нас два игрока в темке. Нико находится в кафеле. Ну и, соответственно, одна позиция также на Банане. Варифот Керриган под флешку забирает Нико. Там за смоком Юги вообще ничего не может на самом деле. Ему очень тяжело. Юги еще отлетает от Гардиана. И уже, в принципе, даже оба здесь герои игрока могут читаться. Выход от Олафа замечает соперника одного. И второго тоже должен щелкать вместе с Нико. А так и получается. Да? Попытка неплохая от команды героек. Но дело в том, что никого здесь не забрали. Но бомбу вновь поставили. То есть есть хоть какой-то позитив. Денег заработали. Но, с другой стороны, вот этот Байди совсем уж не окупился. Но попытка не пытка, как говорится. То есть не будем унывать сейчас, должен сказать, снайпе, как капитан своей команде. Ну и чистейший ретейк от команды Фейсклан. И справляются они... Не справляются, конечно же, с этим ретейком. Вот Фейзов потеряли всех. Ни одного фрага не сделали. Ну и сейчас уже будет диотека. Четыре дегла. В250 от эстага. Пушат у Лохмейстера. Рейн взрывает. Как раз таки эстага бомбу уже выбивает. Всю карту контролирует. За счет медла Фейзы. Дальше никто никуда не двигается. Опять же, бомба лежит у них. Ну и здесь просто без респекта играет команда Фейсклан. Тупо пушат в дефенсе и... И уничтожают. Могу себе позволить, да. Просто уходить от любого урона от соперника. Соответственно, давать только хэдшоты. Так и получилось только что у игроков Фейз. Четвертый раунд смотрим. Это уже хороший бой от героек. Только калаши летят на руки. Есть раскидки. Ну и как будут действовать Фейз Клан? Потому что Лохмейстер, например, не менял. Девайс будет с МПшкой в этом рауне. Два Фамаса и две МК от Рейна и Нико. Пуш бананно просматривается. Три игрока направляются на точку Б. Здесь можно очень неплохо заработать себе преимущество. И при этом у нас эстак откидывает молотов. Юги вместе с ним на миде. Он в Мейстер. Ой-ой-ой. Там Снаппи его прошивает. И можно просто Моди пройти без урона. Хорошее начало для героек. Вот он прошивчик. От Снаппи заехал. И сразу энтрифраг для команды героек. Нико. Здесь сильно действует на банане. Под свой же смок. Еще один смок. То есть, я так понимаю, мутимейт откинул. В итоге ушел на Аплэнд. Ну и героек медленно-медленно выходят на банан. И под флешечку Нико здесь загулял. Минус Нико. Эстак заходит уже на Б-плэнд. Откидывает смок. Ну и героек занимают Б-точку. Нужно забирать такой раунд. Врывается Керрига на капель. Но здесь Юги его не прощает. И Гардиан с Рейном могут думать на сейв. У Гардиана уже не получится Моди здесь. На коврах не пропускает соперника. Последний Рейн. Нужно действовать и на сейв, и на возможный отстрел девайсов, которые тебя будут искать. Тут тоже довольно-таки серьезный вопрос. Стоит ли это делать героик. Потому что у них сейчас первый раунд. Они сейчас пять калашей могут выйти и укрепиться очень сильно по деньгам. Ну, Рейн рано и поздно выйдет на мидл. Здесь Нико, который просматривает выход на просвет. И Рейн дальше не пошел просто. Первый раунд для команды героек. Поздравляем датскую пятерку. Вот они действительно все очень круто только что сделали. Прострелили Олафа в коврах. Заняли эту позицию. Потом вот под фешку очень круто ворвались на банан. И убили там Нико. Схематически выглядело очень грамотно все от героек. Очень медленно. Так знаешь, вдумчиво. Безошибочно. Очень качественно. И не потеряли ни одного игрока в прошлом раунде. Да. Пока что без статистики у нас Нико. Команда героек 0-0-3 не включается. Но с другой стороны у нас все уже убивали. У команды Фейсгланд, которая хорошо закупается. АВП от Гардиана. Ждем его выпадов. Ждем эффективности, скорее всего, на банане. Туда он направляется. Но там, как всегда, Молотов от Эстага. Мы очень часто будем для себя отмечать эту гранату. Потому что именно он за нее отвечает в начале раунда. Нико при этом очень быстро занимает бойлерную. Тут из-за того, что два игрока защиты, никто никуда не пушит. Они просто сидят в пленте. Да, уже хаешечка отлетает от игроков команды героек на банан. Два. Здесь игрока у Фейсгланд. Гардиан с АВП. И вот Эстаг вынужден открываться. Вот он сам, по факту, загнал себя в такое положение. Теперь героек, потеряв одного, будут в меньшинстве заходить на Аплэнд. Теперь уже атака на Б, на банан, вернее, даже невозможна. Он будет очень тяжело туда выходить. Сейчас с другой стороны попытаться было бы неплохо. Вот именно расшатать как-то на эту позицию и сыграть на размен. Но нет, это выход на семерку. Тут Рейн вместе с тиммейтом на больших песках. Не пропускает онлопмейстер. И Рейн, Моди вместе с Нико. Два в пять. Снайпи и Юги. Выход от них. Нужно вступать уже в эту позицию, потому что много времени теряется. Юги забирает Керригана. Сам красный Керриган был разменен. Неплохо. Рейн. Ну и Снайпи тоже умирает уже от Олофмейстера. Четвертый раунд для команды Фейс важнейший. Конечно, для себя они берут. Но и атака сейчас закупается уже под ноль. Если этот проигрывается, то уже Фейс Клан могут выходить даже на шестой раунд для себя. Героек будет закуп. Да, опять же, нужно напомнить то, что они провели чистейший раунд. Первый оружейный взяли его без шансов для команды Фейс Клан. И за счет этого сейчас могут нормально закупиться. Галил, четыре калаша и хороший набор по гранатам. Гардиан СВП делает выпад в меду. Героек занимает быстро банан. Откидывает молотов. Один молотов. Второй. Здесь у нас обмен. Как раз таки молотовыми. Ну и Керриган. Все еще живет. Здесь очень много смоков. Очень много молотовых. Какая-то нереальная просто драка. И в этом всем погибает. Нико минус первый игрок команды Фейс Клан. Ну и нужно продолжать эту тенденцию позитивную для команды героек. Продолжать убивать команду Фейс Клан. Но Фейсы в меньшинстве. Опять же, здесь структура карты позволяет стать спокойно по плентам 2 плюс 2. А то и можно 3 плюс 1 стоять спокойно, отдавая один из плентов. Ну и дальше продолжаем смотреть. Героек перегруппироваются в сторону А точки. Есть там человек в апартаментах. Это Моди. Гардиан СВП делает выпад в середине раунда на банан. И через какое-то время Фейсы поймут, что это выход на Апленд. Это уже перетяжка от Керригана. По информации от Словака, Моди готовит свой врыв через ковры. Будет десант на большие пески, за которые отвечает Олаф Мейстер. Грейн на пленте. Неплохие позиции на самом деле. Еще Олаф откидывает хорошую флешку, под которую можно было бы прощакать семерку. Так и есть. Моди ждет раскидок тоже от тиммейтов. Флешки полетят. Керриган за дефолтом. Моди забирает Олаф. Он все-таки сам отлетает от Керригана. Дальше размен. Грейн. Неплохо тут работает против Никоя Стага. Ситуация 2 за Рейн. И дальше. Как же жестко он стреляет против Снаппи. Но Юги тут же на размене. Ситуация 1 на 1. Тяжелейшая на самом деле. Потому что нет информации по последнему. А Гардиан-то уже на семерке находится. Бомба ставится закрыта. Гардиан дальше идет. Но Юги просто в таких таймингах не ждет своего... Как? Как он это сделал? В последний момент развернулся и сделал минус по Гардиану. Тот даже не успел зум включить. Жестко. Очень жестко Юги играет в этом моменте. Команда Героик берет раунд. Но экономические проблемы есть. Они есть. Это UMP. Это Галил. Это минимум раскида. Но тем не менее. Взяли второй. И это конечно же позитив. Борются достойно ребята с командой Героик. Юги уже со снайперской винтовкой от Гардиана. Будет действовать по дуге. Там выход на банан от Нико. Сморка Керригана. Ну и пока что без первого контакта на банане. 3 плюс 2. Схема защиты в этом раунде команды Фейсклан. Но при этом первый урон пока что неплохо нанесли соперникам по Юги и Астагу. 68 и 72 хп у них осталось соответственно. Ну у нас перетяжка идет под второй мидл. Будет выход на бойлерную. То есть нужно забрать ковры. Если там соперник есть, то его выгнать просто оттуда. Ну и зажать своих соперников. Ну и потом уже решить куда поднести бомбу. Нико вместе с тиммейтом уже в коврах Юги. Возможно будет чек выхода соперника на ребра. Здесь Гардиан на семерке. Тоже снайперская винтовка. Очень важно им наяву. Ему здесь не погибнуть. Не получить какую-то шальную флешку. Ну и Гардиан в соответствии с этим просто будет отходить. Керриган перетяжка. 4 плюс 1 уже обороняются. Выход от моди в большие. Здесь Олоф Мейстер под коврами. Было бы неплохо. Его разменять. Олоф Мейстер делает два минуса. Также Рейн забирает двоих. И Керриган минус по юге. Безошибочный, безапелляционный, идеальный прием фейзами Аплента. Как-то совсем жестко. Вот попали в мясорубку только что ребята из команды Героик. Вообще классная работа по перекрестному огню от фейз клан. Ну и они вышли уже на укрепление. Своей уверенности в первую очередь. Она и так уже зашкаливает. В свете предыдущих матчей, которые они сегодня уже показали. Ну и вообще в принципе. Сверх уверенная в себе пятерка. Гардиан. Уход на миду. Замечает юге. Тот получает прострел. Минус. Большая часть хп. Нико при этом уже занимает бойлерную. Тут Нико может на самом деле поймать Рейна. Но тут по таймингам, если что, под хаешку отходит. Ну что, готовится врыв вновь через ковры. Не будет пока что поддержки в этой тройке от юги. Хотел сказать еще одного тиммейта. Но эстак тут же погибает от Кэрригана. Одна снайперская винтовка команды фейз клан уже сработала. Ну 3 плюс 2 продолжается в дефенсе фейзы. Героек с цзшками, с п250 и с деглом. Будут пробовать Б все-таки, да. Тут юги у нас с пустынным морлом на банане. И уже к нему подтягивается хелпа. Потеряли одного игрока. Героек, но будут так вот на размене под один смок заходить на Б. Смок уже откидывает Кэрриган. Также сейчас откинет Молотов. Вот услышал, услышал, по-моему. Здесь Нико дал информацию своему тиммейту. Вот тот откинул смок Молотов. И теперь уже откидывает Молотов в свою очередь. Нико Кэрриган делает минус по моде. Работает Нико на кафеле. Делает один минус. Сейчас залетит по второму. Но Снапи должен все-таки, да, добирать соперника. Но дело в том, что там уже перетяжка. Через банан также выход от Рейна. И Кэрриган забирает Снапи. И Рейн отрабатывает по юге. Даже не стал резать там, пока как-то пытался. Просто вышел, убил. Свою работу выполнил. 6-2. Четыре рауна преимущества команды Фейсклана. И сейчас у нас вновь крах. Экономики команды героек нужно полностью сливать. Ничего не покупать. Потому что на следующий раунд очень важно себя показать во всеоружии. То есть не стоит вообще отпускать своих соперников в отрыв. Вот они два ВП. Видишь, вот Кэрриган со снайперской винтовкой на точке Б. Уверенность от капитана была получена. Притом, что мы видим и Гардиана довольно часто там. Но вообще пластичность в защите от фейзов. Это хорошо. Очень грамотно, скажем так, использование разными игроками разных позиций. Рейн у нас сейчас на бортике. Отвечает за лонг. Также присматривает ковры. С глоками здесь играют герои. 1П250 от Снапи. Единственный тяжелый пистолет в этом раунде от Датчан. Ну и 6-2. Пока, конечно, фейзы стоят в ноль. Ну не то, что в ноль. Тут вопрос даже не в том, как играет героик. А дело в том, что фейзы очень хорошо обороняются. И это они уже не на одном имперно показывают. Гардиан забирает Моди. Снайпи тоже отлетает. Вот его перетяжка была. От Ника в арочке. Поработал Ковач, который баснит. Ну и, соответственно, оба Ковача здесь на пяти закрыли своих соперников. У нас тут в этом матче два Ника, два Ковача. Да, да. И вообще какая-то странная история. Да, кстати, вот самое интересное, что удивились люди, почему Керриган с АВП, ребята. Ну, Керриган с АВП играл еще когда... В смысле, он еще в Астралии сыграл с АВП? Нет, когда Юги еще, я не знаю, в школу там начинал только ходить, если так подумать. Ну, потому что Юги там у нас, наверное, такой молодой талант. Если так вот просто сравнение такое провести. И Керриган в 1.6 еще со снайперской винтовки давал жару. Ну что ж, у нас подсадка на миде от фейз. Там, кстати, Гардиан мог убить соперника, но два кила все-таки не доходит. Проседает Рейн, Керриган тоже получает часть урона. Гардиан все-таки убивает Нику. 5 на 4 уже, 5 на 3. Вернее, ситуация Рейн. Минус моди, Юги только сейчас отвечает. Но при этом есть еще Словак. Выход от него и минус Юги 2 в 4. Отличный выпад от Гардиан. Откидывает он молотов в бойлер. Эстак с бомбой проходит в арочку. И тут его уже ждет Керриган. Короче, который делает фракулов. Мейстер также забирает снапи. И это 8-2. Да, тяжело команде героек дается игра в атаке. Особенно против фейзов, которые пока действуют практически безошибочно. Не знаю даже, за счет чего здесь героек могут перевернуть игру. Тяжелые, да. У нас выходы, нет размена, нет инициативы пока что. Хотя в начале был такой период, когда они могли ухватиться. Да, у нас 4-2 был счет, если не ошибаюсь. Герои были на грани того, чтобы вернуться в эту игру. Но пока что команда фейз просто не дает. Просто лежать и все. И тут ты как бы не старался, что бы ты ни думал. Вот как ты не хотел бы провести раунд. Команда фейз всегда на шаг впереди. Да. И все читается игроками защиты. И тут как бы ты не раскидывал. Еще и передней делаются агрессивные выпады. Постоянно у тебя все ломается. Потому что есть уловьмистер, есть Керриган, которые просто могут выйти. Есть Нико, который врывается. Постоянно делает тоже очень много эффективного. Ну что, Нико пытался забрать Гардиана. Все-таки не смог, но и стак добил оппонента. Тут перетяжка от Олафа. Рейн работа на больших песках. Минус и стак. Олафмейстер забирает Югей. И это 2 в 3 уже, потому что моди зашел в стену Рейну. Но Олафмейстер не пропускает снапи. Капитан команды Героик падает. Остается только один Андреас Фрид. Самый опытный, наверное. Один из самых опытных. Но здесь не об опыте. Здесь только о позициях. Керриган забирает противника. Ты вот, кстати, вспоминал 1.6 от Керригана. Они с Моди вместе играли в команде Фнатик какое-то время даже. Была такая история. Моди и Керриган выступали за Фнатик в 1.6. Фриз там с ними тоже играл. Да, было дело. Было дело. Но Керригана вообще в 1.6 я запомнил как снайпера. То есть как человека, который может брать АВП, который в принципе универсален. Достаточно, чтобы и с АВП, и с автоматикой убивать своих соперников. Было очень крутыми тогда Керриган. Ну, впрочем, как и сейчас. Ну что, первый урон. Вновь по команде Героик. Просто масло там залетает. И это визитная карточка Моди и Нику. Вот такой вот выпад на ковры. Очень часто они там зарабатывают первый фраг, если игрок защиты зазевал. Да, ну и минус Керриган. Есть большинство для команды Героик. Было бы неплохо его реализовать. Врыв под флешку. Слепой вот такой лохмейстер падает. Юги красный. Также снайпи 24 холлс-поинта. Ну и Рейн уже на коврах. Делает выпад, забирает Моди. Ну и здесь Нико, который Никовач. Двигается с ковров в сторону А-точки. Бомба на медле. И два игрока на банане у Героик. В больших песках Гардиан, который ковач. У нас раскидка от очки А. Полетели смоки. Просвет также 90. При этом СТАК попытается выйти на ребра. У него, кстати, есть снайперская винтовка. И нужна поддержка. Вот тиммейт, атака СТАК. Выход, Гардиан забирает его. Нико попытается выйти. Но дело в том, что Гардиан уже поменял позицию. Ой-ой-ой, Словак. Маш, все-таки Нико его убивает. 3-2. При этом начинается у нас активная перетяжка от Нико. Рейн уже в арке. В выход на малый пески. Но туда летит хороший смок от атаки. Да, отличный смок. Нет возможности просматривать. Здесь только вот так вот может сделать Рейн. Ну и Нико вместе с Рейном. Будут действовать, возможно, вдвоем через ребра. Здесь Юги. Красный. Четко отыграл Нико. Перестрелял. Ну, тот же, опять же, Нико был красный. Внутри. Ой-ой-ой. Это был не Нико. Это был Юги. И последний снайп. И остается 2-4 хп. Его сейчас просто зажгут с двух сторон. Он начинает при файером стрелять. И чистейший ретейк. Нико, Рейн 2 в 3. Ну, без шансов. Видишь, даже свою такую вот ситуацию не могут взять герои. Не могут. Им очень тяжело против Фей сейчас играть. Настолько крут Нико. Ну, потому что, например, Юги красный стоял в медле на стрельбу. Ну, то есть, вместо того, чтобы играть на чек, он стоял на стрельбу. Ну, и Нико тоже прочитал хорошо его, да? То есть, этот выпад там еще и вантапами пытался забрать соперника. Ну, вантапами, не вантапами забрал уверенно. Ну, и потом уже вышел через семерку. Загнали там одного последнего игрока команды героек Фейс Клан. Ну, что, все пока что идет по плану. Фейс. Герриган. Врыв на банан с АВП подгорает. Ну, и первого килограмма нет. Все-таки тушится у нас тот самый Молотов тиммейтом. Но пока без первой крови. Рейн в бойлере. Нико. Отлетает. Отличный хэдшот от Рейна. Хаббард делал минус. И его отпускают. Нет возможности разменять. Правда, у Моди была попытка на коврах. Но, опять же, он только там пощекотал. У Лофмейстера. Дал ему минус 50. Рейн, сделав минус в бойлере, опять делает выпад на шорт. И здесь Моди челает дабл. Как такое произошло? Моди трипл килл от него при выходе на ребра. Изи пизи. Сайт просто опен уже от Моди. Нужно забирать. Это раунд 3 в 2. Но здесь не стоит продавать, конечно, эту ситуацию. Здесь просто будет игра по позициям Керригана уже в библиотеке. АВП 39 хп. Многое зависит вновь от Нико. Его врыва на шорт. Надо прочекать также ковры. Здесь Керриган врывается. Эстак не пропускает дальше, чем на малые пески. Ну и Ковач последний. Уже есть информация о Моди. Выход сразу же хэдшот от Нико. Господи, как же хорош он по стрельбе. Наводка моментальная. Эстак тоже погибает. Один на один ситуация. Нико! Хорошая попытка, но все-таки в этом углу он уже снайпи не прочитал. Капитан берет раунд для своей команды. Опять проблемы. В ретейке не могут устоять что-то героик. Как-то то ли уверенности не хватает, я не знаю. То есть хорошая выгодная ситуация и постоянно создают себе проблемы. Ну, вернее, фейзы, наверное, все-таки создают проблемы своим оппонентам. Но те как-то не очень уверенно отстаиваются при удержании плента. Ну и смотрим дальше. Есть закуп у команды героик. Было бы неплохо зацепиться за последних два раунда. Но, конечно же, другого мнения команда Фейс Клан. Гардиан сделал агрессивный выпад в мидле в начале раунда. Рейн уже подгорел. Его еще немножко нашили. Но все равно он словил Нико. Здесь Моди не отпускает. Дальше двигается. Его забирает Гардиан. И Керриган в это время также делает минус на ребрах. Сыпется атака команды героиков на этот раунд. Гардиан не убивает в бок соперника. Но тут Олаф Местер не попускает юги. Тут же разменут снайпи. Вновь капитан команды будет отдуваться абсолютно за всех. Ну хоть через семерку тут Олаф Местер откидывает Хаешку. Но дальше не идет. Шансов у снайпи не так уж и много. Учитывая то, что вместе готовы против него действовать Нико вместе с Олаф Местером. Снайпи откидывает смог под него. Будет действовать дальше. Но нет. От Олаф Местера ты не уходишь. Это одиннадцатый раунд для команды Фейс Клан. Работа от них, конечно, крутая. Просто ты смотришь в загляденье. Потому что игра в защите сейчас образцовая. Да. У них вообще вот этот состав, это я еще заметил на Нью-Йорке. Они очень, ну как-то я не знаю, очень как-то уверенно смотрятся в защите. И безапелляционно. Минимум ошибок. И всегда есть какая-то тонкая агрессия, которая очень часто приносит плоды. Ну и стреляют, конечно. Уровень стрельбы тут очень высокий. Юги. АК-47. Надежда на то, что он сможет здесь себя показать уже с автоматикой. Потому что АВП там особо и не было, на самом деле. Вот не разворачивались с этим девайсом героек. Так, Гардиан замечает противника в яме. Тут же отходит. Он ожидает, наверное, выхода через второй мидл. Соответственно, откидывается сразу Молотов. И при этом на 3 игрока команды Фейс Клан на точке Б. Знаешь, почему такое решение? Потому что героек очень давно сюда не ходили. Мальхаешечка не очень приятная. Под своего тиммейда закинул Нико. И тот получил нормально так демэджа Керриган. У него 6-3 хп осталось. Ну и вот он, выход на банан. Вот героек. Нико пропускает на себя Керриган. Забирает эстаг. А Нико идет дальше просто против снапи. И здесь можно всех пропустить и убить. Нико! Как же его тут нашли? Вообще непонятно. Я тут ничего не вижу. Что происходит вообще? О! Все, наконец-то. Пойдут дальше ли? Это тоже вопрос. Могут почувствовать героек то, что что-то неладное. Настолько активно против нас действовали. Где-то еще, наверное, Казачок там засланный есть. Это Олаф Мейстер. Да, может быть. Может быть. Ну и героек контролирует банан. Выдерживает паузу. Олаф Мейстер там что-то прыгает, топает, откидывает смачок. Здесь также Гардиан. И время. И время очень мало, но все-таки Гардиан погибает на снапе. Привод Рейда! И снапи его тоже забирает. Моди и снапи это те игроки, которые спасли команду героек в этом раунде. Да. Ну, 4-11. В принципе, наверное, учитывая рисунок игры и характер, да? То, наверное, это неплохой счет для команды героек. Однозначно. Ну и вот они первые раунды. Все, смотрелось не так уж и плохо для команды героек в начале. Но все-таки вот он важный раунд. Приемка на точке А и последующие тоже. Там были очень крутые фейсы. А ретейк 2 в 3, как они выбивали. Невероятно. То есть я просто смотрю за Нику, за тем, как он переводит свой прицел. И настолько все-таки у этого парня круто настроены сенца. Настолько он чувствует мышку. И понятно, что там у многих она такая. То есть это сенца. Действительно все удобно. Но вот у него как-то больше выделяется. Потому что вот контроль Аима своего, у этого парня исключительный. Олов вместе, кстати, на больших песках очень крутую работу делать всегда. Вот мы сколько фейс не посмотрели за последнее время на карте Инферно. Вот Олов и пески, Олов и ковры. Это связка смертельная зачастую для игроков, которые пытаются там вываться где-то в смок или там под раскидку выходить на точку А. Вот этот момент с ретейком. Ну здесь опять же, да, посмотри. Две позиции, которые Нико убивает, они на стрельбу из трех. То есть последний снаппи был в пленте, и две позиции были на стрельбу. Один играл в пите, опять же, открылся там, свою головешку показал. Ну здесь было опасно. Часто герои, команда фейс, вот против нее нельзя играть на стрельбу, это точно. Понятно, что ты не перестреляв не выиграешь раунд, но нужно отдавать, мне кажется, предпочтение более каким-то таким консервативным решениям. То есть не стрельбе, а именно наоборот там закрытой какой-то игре. Где-то открысить, где-то наоборот не влезать в эту стрельбу. Потому что мы видим, что стреляют фейсы, ну пока нет как бы команды, наверное, в мире, которые стреляют лучше. Кстати, пока что без сообщений в Твиттере, сколько мы уже комментируем, с двух часов у ребятопоки в Москве, и никто не написал ничего. Три хэштега RUHUBCSGOESL. Пишите нам, общайтесь с нами, пишите, смогут ли герои, например, ответить на второй половине. Тяжело будет, конечно, им отвечать, но с другой стороны защита. Пистолетку надо взять и устоять против Форсбая, а там, в принципе... Опять же, фейсы показывали сегодня на других картах, показывали, что у них всегда есть решение проблем. То есть всегда есть план B. Где-то там фейканут, где-то там сыграет быстро пуш, там как-то неожиданно. Ну, пока фейсы выглядят очень уверенно. Ультимативно. Ультимативно, это точно. Раскидка Керригана. Рейн решил, что ему понадобится дикой в этом раунде. Ну что ж, возможно, это задумка интересная от игроков команды Фейс. Тут раскидали банан, выход от Моди, просто разорвали его без шансов, в одиночку Моди. И при этом три игрока были на банане, быстрый выход на точку А. Тут только один Нику, господи, какие у него проблемы. Огромные. Смотрите на Нику, ребята, сейчас. Просто нужно сейчас убивать, ну, хотя бы двоих с собой забирать. Это был бы идеальный, наверное. Просто Рейн там без шансов. Ну, вот вообще, просто без вариантов. Смотри, что творит Рейн. И раунд закончился, ну, за 15 секунд. Да. Ну, попытка врыва на мидл, опять же-таки, в соло, это тоже интересное решение. Вот игрока команды Героик, ну и потом на банане тоже ничего не нашли. Здесь игроки защиты и перетяжка там не помогла Нику, бедному. На больших песках. 12-4. Что? Ну, это... Это серьезная фраза террористов на карте до Инферно. Я понял. Это победа. Это победа. Такой клич победный. Ну и Форс Бай от Команды Героек. Есть позиции в апартаментах. Сейчас медленно играют Фейзы. Потихоньку уже выходят на ребра. Кстати, минуту 30. Моди поджимает ковры, идет дальше. Тут уже пропускает Героек своих оппонентов на ребра, запускает. Ну и там три игрока на Б у Героек. Так, все-таки дальше Фейзы здесь не придут. Моди со своей тигровой креветкой. Медле минус Олаф Мейтер. Олаф говорит, а как? А как вы так пропустили? Пацан, мы сами вообще не в курсе. Вышли на ребра, тут все чисто. Видимо, ковры прожали. Совсем уж как-то не залетало у Андреса. Не то, чтобы не повезло, да, Алексей? Ну не то, чтобы не повезло, да. Ты как бы и стоишь, а тебя переезжает в любом случае каток. Это не везение. Это можно называть также просто фильмом ужасов. Для команды Героек на карте The Inferno против Фейз сейчас. Ну, готово укатывать дальше. Фейз тут в поисках Керриган. Оппонента Снапи вместе с тиммейтами на сейве. Возле Б. Ну, это уже 13-4. Команда Фейз. Это монстр однозначно. И пока с этим драконом промовники, которые изображены на лого у Героек, не могут справиться. Они просто не имеют столько мощи. Не имеют столько огневой мощи, я бы хотел сказать. Юги все-таки забирают Керригана, а хоть какой-то позитив вынесут Героек с этого раунда. Ну, засейвят UMP, не. А Юги даже не пойдет. Ну, слишком опасно, судя по тому, что нет информации, был ли еще один игрок атаки на Сити. 13-4. Пистолетные взяли, против Форсбая устояли. Фейз Клан сейчас задача еще один раунд взять. И потом первый оружейный. И все. Изи катка для команды Фейз Клан. Героек действительно на Инферном не могут ничего сделать со своими оппонентами, которые выглядят очень уверенно. И опять же нужно отметить то, что Фейз Клан сыграли две карты против NIP. Чувствуют себя в хорошей игровой форме, разыграны и не ощущают здесь. Весь команду Героек. Они в тонусе. Олаф Мейстер на дуге, а забирает Юги за песком. Ну и при этом выход на ребра от Гардиана вместе с имейтом. Тут все очень грамотно чекается. Все углы проверены, можно идти дальше на семерку. Нико за дефолтом. У Нико здесь USPS это по сути отвертка против серьезных девайсов. Гардиан забирает противника. Но и Олаф Мейстер еще одного находится соперника под точкой B. Если не ошибаюсь, это был эстаг и уже за снайпи выехали со всех сторон. Ему будет очень тяжело. Но попытка не пытка против Олаф Мейстера здесь сыграть. Хотя бы вот заработать немного денег. И может быть забрать Мак-10. Но Олаф все сейчас прочекает. И спинет в том числе. 14-4. 10 раундов преимущества у игроков Фейс Клан. Первый девайсный раунд в защите от Датчан. Это Фамас Мки. Без диффузов. Все, что смогли себе позволить. Смотрим. Моди купил Фамас. Делал предпочтение. Отдал приоритет. Скажем так. Выбрал приоритет по гранатам. И Молотов от него смог. Флешка. Два игрока на Б у героя. В снайпе. Эстаг спустите. Как раз таки на банане. В агрессивной позиции. Олаф Мейстер получает хэшку под себя. И вроде есть информация, что там эстаг. Но слишком легко это было для фейзов. По-моему они собираются дальше заходить на Б плент. И уже есть чел на лонге. Пропускает Керрига на лол. Ну как так, ребята? Получается пока что подстроиться под такие вот активности от фейз. Но Керриган здесь все. Он заходит и решает абсолютно все вопросы в данном раунде. И один на Б. Нику там один на Б. Вновь бедный Нику, хочется сказать. Потому что у нас выход был с пистолетным раундом. На него очень жесткий. Ну и сейчас тоже нужно как-то обороняться против этой навалы. И кстати, Снайпи перетягиваться. Может попытаться... Нет, Керриган уже успел пройти в руины. Так что здесь уже не будет фрага от Снайпи. Во всяком случае я на это не ставлю. Но полетела фэшка. Тут выход от игроков команды фейс-кланд. Это минус Юги. Ну и соответственно только Снайпи здесь сможет кого-то забрать. Керриган не будет ожидать. В таком тайминге я понял. Но перестрелял все-таки. Его 6 хп у него остается. Хотя у Снайпи был угол. То есть была хорошая позиция. 5 в 2. Модис Нику нужно наверное сейвить. Олаф Мейстер тут уже выехал за фрагами. За фармом. Моди его перестреливает. Минус Олаф. Но опять же фейзы установили бомбу на б-планте. И конечно же заберут 15 в свой актив. Что сказать? Жаль на самом деле. Потому что я ожидал больше от команды героев. Потому что эти ребята хорошо играют карту эферта. Но с другой стороны я понимаю насколько тяжело играть против фейс. Так что это вообще не критикуется эта карта. В исполнении героев. Потому что они пытались. Они пробовали жестокие ошибки. Уже сейчас пошли какие-то. Ну там как. Рука от Керригана на 5. Но это опять же было после первого фрага. То есть были в меньшинстве ребята. Нужно было какие-то точки или поджимать или оставлять просто. Ну они остались в статичных позициях на Апланте. Укрепили шорт. Укрепили ковры, апартаменты. Но опять же это ни к чему не привело. Почему? Потому что Керриган прошел на респ, а остальная четверка стояла на банане у команды фейсклад. 15-4 UMP. Фомас, UMP, Макс 7 и UMP у команды героев. Есть гранаты, есть щипчики. Но есть ли вера в себя? Вот такой вот вопрос. Могут ли они здесь хотя бы пару, тройку раундов взять? Ой, там неплохо работает Рейн против Нико. Керриган отлетает от Моди. Агрессия на коврах от Шведа. Но Рейн не пропускает его обратно. Ты не пройдешь на точку А. Соответственно она полностью пустая. Сейчас посмотрите на радар. Выход бомбы уже. Нико. Банане, кстати, встречают подсадку Астага вместе с Югей. Дальше попытка просто играть агрессивно. Но Нико здесь должен отрабатывать. Это 1-4. Вернее даже 1-3 от снайпи. Капитан команды вновь. Остается последний. И тут слишком много стволов, которые нужно загнуть. Которые нужно перестрелять. Олутмейстер хороший угол для него. И это хэдшот. 16-4. Команда Фейс просто разрушает абсолютно все надежды команды героек на карту Д'Инферно. И разрушает наши надежды на хорошее, качественное, интересное Counter-Strike. У нас и так его сегодня было много. С другой стороны просто команда...